Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 4 часа 28 минут, 01.11.2016 года. В данном ролике будет озвучена информация, которая не вошла в ролик-интервью для канала Enigma. Я увидел положительный комментарий, что ролик очень хорошего качества. Ну да, потому что делал его не я. Причем произошел интересный курьез, когда Алексей записывал интервью и потом прослушал звуковую дорожку, выяснилось, что мой голос полностью весь исчез из его записи. Остался только его. И так как многие знают, что я параллельно дубелировал нашу беседу диктофоном, благодаря этому появился ролик-интервью для канала Enigma. Еще хотел бы обратить ваше внимание, в ВКонтакте есть чудесная группа, называется Родник Лада, куклы-обереги. Я обращаю внимание на данную группу исключительно по собственной инициативе. Ссылку оставлю в описании, пробую, если не забуду и в сам ролик. Вмонтирую ссылку и название этой замечательной странички. Как со мной поделились замечательные люди, создатели этой странички, что есть куколка, которая называется Пробуждение Ярилы. Парадокс Ярилы заключается в том, что кукла держит сразу три солнца. Вот такая интересная находка была сделана, которая сохранилась в наших древних знаниях в виде кукол. Наши предки через кукол передавали истинные наши знания. Матрешки, Юла и так далее. А с вами был Вячеслав Котляров. У меня все хорошо. Всего доброго и приятного прослушивания. Я вот в своих роликах хотел разобрать один момент. Наверное, он пойдет в эту запись. Интересный факт про динозавров, который я хотел озвучить. Дело в том, что сравнительно недавно, 200-300 лет назад, большая популяция динозавров разных видов еще спокойно бродила у нас по планете. Но цивилизация, которая захватила нашу ячейку, она сделала все, чтобы ликвидировать этих животных гигантских. То есть, огромные гигантские машины подлетали к динозаврам. Вот идет, допустим, стадо динозавров. Огромный такой, представьте, пресс, металлический куб. Право надвигается, слева надвигается. Они брали это стадо, трамбовали их в квадраты и отвозили, захоранивали. Чтобы проверить достоверность, это не является моим воображением, плодом фантазии, берем детально, самостоятельно изучаем пустыню, если не ошибаюсь, в Гоби. Там самое большое кладбище динозавров. Для ученых до сих пор остается загадкой, каким образом у всех животных поломаны кости. Вот я, Вячеслав Котляров, с полной ответственностью сообщаю. Кости гигантских животных были поломаны вот этими гигантскими прессами. То есть любой исследователь может самостоятельно проверить, что существует информация, что животные буквально были в кубике прессованы и захоронены. Вот такой вот примечательный факт. Хотя по динозаврам можно еще больше и больше говорить. Давайте вернемся к сотовой земле. Я хотел спросить, значит, получается, между сот нет пустоты? Ну, природа, да, не терпит пустоты, да. Получается, между сот, вообще, в дипланетарной системе находится, ну, как условно, скажем, вода. Ну, я бы сказал, больше лед, наверное, ну, пускай, ну, вода, лед, да. Ну, она в каком состоянии находится, получается, ну, вот эти... Вот эти же как раз-то барьеры и служат. То есть они могут заполнять вот эти пустоты, вот эти ледяные барьеры. То есть для них как раз-то идеально, знаете, как вот форму залить, допустим. Вот как раз они этот лед заполняют пустоты. Ну, я вам скажу, не везде присутствует лед. Это просто наша модель сот позволяет, допустим, подход ледяных преград. Где-то в отдаленных местах нашей планеты отсутствует лед, то есть там могут быть, вернее, не могут, они и есть. Там есть огромные горы, допустим, которые выступают, если у нас ледяной барьер, то там каменный, ну, да, каменный горный барьер из камня. В других местах может быть и другой материал. То есть это как бы в нашей соте лед, а там все пустота, ну, и самое идеальное посмотреть, я же говорю, как выглядит наша земля со стороны, это взять улей дикий пчел. А идеальный взять, если взять улей шершней, то именно улей шершней максимально приближен к модели. И посмотреть, как у пчел обстоит дело с пустотами. Так, ну, это получается между соседними сотами, как бы, как скажем, на одном уровне, получается, вот такие перегородки, колечко. Совершенно верно, совершенно верно. И получается, между вот этими вот кольцами, получается, там как бы тоже нет пустоты, там получается или лед, или вода, например. Ну, под нашей сотой, под каждой сотой для разморозки светлыми иерархами помещены три живые сущности, которые постоянно подогревают нашу соту. Дело в том, что по умолчанию наша ячейка законсервирована до того, как она стала вся выглядеть из земли. Здесь она была полностью вся изо льда. Те, кто пасечники занимаются своим делом, ну, пасечники, то точно так же, как и пчеловоды, возятся со своим пчелиным ульем. То есть есть очень, ну, у нас принято их богами называть. Но я бы их все-таки, ну, да, можно их называть богами, но я предпочитаю термин иерархии. То есть это более правильный термин к ним. Вот, и вот эти иерархии, они следят за нашим, не важно, это аквариум, как улей. Вот, они подгоняют вот этих гигантских, назовем их условно, китов, в разных мифологиях по-разному, в других слоны. Ну, кому уха режет, дело в том, что я скажу, что совсем недавно была и морская корова, и сейчас даже сохранен морской слон, животное. Даже в наше время есть животное, которое называется морской слон. Просто скептики, которые меня подкалывают, так все-таки слоны, Слава, или киты? Я говорю, и то, и то, потому что и сейчас есть морской слон. Вот, и черепаха, она служит обязательным реквизитом в древней скандинавской мифологии. Черепаха заменена огромной гигантской змеей, которая полностью опоясывает нашу соту. Ну, опять же, ну, грубо говоря, что черепаха-рептилия, что змея-рептилия. Дело в том, что это для нашего мозга, чтобы было понятно. Понятно, что то гигантское существо, оно выглядит совсем иначе визуально. Но функцию выполняет, что черепаха, что змея. В смысле, это одно и то же животное, только в разных мифологиях по-разному названо. Если мы обратимся к англоязычному человеку, то он не скажет черепаха. Если я английский плохо знаю, он скажет не черепаха, а он скажет тортила. Для него это уже другое, как бы, слово. Ну, животное то же самое визуально, но слово-то другое. Вот, поэтому, конечно, эти существа существуют. Вселенная настолько огромная, да. Вот, например, вот черепаха, я вот скинул картинку, что мне напоминает черепаха. Вот фильм был, кстати, сейчас вторая часть вышла недавно, где независимость. Смотрел такой? Ну, или первый? Не, не, сейчас первый смотрел с удовольствием, да. Там был такой корабль, большой, как бы называть, материнская, как база, что ли, пришельцы. И вот она напоминает в чем-то, условно говоря, форму черепахи. То есть, можно предположить, что это не живые существа, а просто форму каких-то больших кораблей. Не, 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 не. В данном случае это нет, это не корабли. Есть четко корабли, однозначно, которые, естественно, созданы по образу и подобию вот этих живых существ. Эти живые существа, они не имеют ни рта, ни всего остального для поглощения пищи. Так как они очень огромные и находятся в таком, назовем условно, анабиозном сне, они питаются за счет того, они, как вот, возьмем, к примеру, губка, впитывают в воду. Вот они, эти животные, они точно так же, как губка, впитывают пищу, которая находится в Нижнем Мировом Океане настоящем. И потом же из этих же шпор эту пищу, скажем так, выбрасывают. Естественно, под этим Мировым Океаном еще находятся Земли, и там идут купола, ячейки. И вниз еще опять Земли, и то же самое вверх. Ну, а планеты на самом деле такие, как Марс, Юпитер, Венера, это как раз-то и являются, это космические корабли высокоразвитых цивилизаций. Но так как мы живем слишком мало, а они у нас в Верхнем Океане висят слишком долго, они могут и миллион там лет висеть, поэтому и у них там свои, естественно, на борту города, страны и так далее. То есть вот они зависли между двух мирами. Вот я всегда предлагаю почитать людям книгу, человекам, астронавты, космонавты в лохмотьях, или астронавты в лохмотьях. Вот там вот хорошо описывают автора, как его считает писатель-фантаст, как они путешествовали между двумя мирами. Ну, там стилизация, конечно, понятно, что он не говорит то, что я говорю, но я перевожу некоторые рукописи писателей-фантастов на наш, так сказать, современный язык. Ну, хорошо, вот, допустим, планетарная система, состоящая из сот, я уже говорил, можно сравнить с луковицей, а как это между собой, эта структура соединена, то есть имеется в виду какой-то каркас, как эта вся система держится? И что находится в середине планетарных, какая-то большая ячейка или что-то такое? Значит, детально этот вопрос не изучал, предпочитаю не фантазировать, то есть когда на этот вопрос появится, если появится информация, озвучу. С точки зрения логики, прочее обратиться к любому современному. Те люди, которые детально знают, как пчелиный улей создается, вот приблизительно то же самое, что у них внутри, то же самое и у нас внутри. Принцип создания нашей Земли практически один к одному, точно так же, как создают пчелы в природе, шершни там и так далее. Вот как... Возникает другой вопрос. С кем это было все создано и из чего, получается, создана все это? Ну, опять же, большое-мало-мало-большое. Даже на нашем опыте мы можем... Есть немало роликов, где показано, что вся наша атмосфера, она состоит из сотового... из решетки эфира, который в виде сот. Поэтому пчелы, они просто обволакают воском уже готовую... решетку, структуру, да, наносят, налепливают. Вот поэтому, я же говорю, что это до бесконечности можно и вверх, и вниз. То есть те, кого у нас принято называть богами, это переведем на наш современный язык, это пчелы, а мы являемся продукт этим этих пчел. Мед или пыльца. То есть для нас эти пчелы это боги. А над этими пчелами-богами еще более светлые иерархи стоят, пасечники, которые, как говорится, могут и пользу этим пчелам приносить, и вред. И вот в нашу соту, где были мы потомки великой расы, мы по умолчанию рабочая пчела, мы все время созидатели. Но в нашу соту проникли шершни, там, трудни, которые не привыкли трудом добывать, скажем так, себе пропитание, да, вот. И они, им легче у нас это отнять. И более того, они еще нас начали использовать как пищу. Ну, много групп захватчиков, я сейчас бы не хотел, наверное, углубляться. Их там четыре вида присутствуют. И на ячеечных, враждебных цивилизациях. Но, чтобы успокоить, есть две светлые. То есть, одна не курирует, а располагается на Луне. Это космический корабль, закамуфированный под планету. А другая находится у нас на Земле. Очень много баз по всей земной нашей поверхности. То есть, они, как бы, не под землей, а я подчеркиваю, как бы, в недрах Земли. Так, хорошо. Что еще можно сказать? Вот, например, некоторый момент. Стрелка компаса, которая, если брать, ну, практическую теорию, она указывается север. Соответственно, из-за магнитных, ну, в общем, из-за магнитных полей. А если брать плоскую землю, то получается здесь немного, как-то, ну, какая-то не срастуха. Не срастуха, и все не срастуха. Я вообще хотел отдельный ролик писать про то, как это более, вот, допустим, человек это компьютер. И вот компьютер, естественно, создает вещи, которые на порядок его относительно слабее. То есть, вот, чтобы правильно диагноз поставить человеку, ни одна машина не поставит правильно диагноз. Правильный диагноз только может поставить человек человеку, более совершенное. Поэтому, насчет компаса для меня еще четкого ответа нету. И он не принципиален. Это я всегда вот говорил так к технологам. Я думаю, может, нашлись люди, которые приняли и поняли, что сотовая модель существует. И согласно и своего технического образования, возможно, они дадут точное, так сказать, объяснение, за счет чего движется стрелка компаса. Что заставляет ее крутиться. Вообще, ну вот интересно, например, общество Плоской Земли, так называемое, оно существует уже, я не знаю, сколько, не помню, в каком году оно было создано. Ну, давно вообще, может, сто лет, может, меньше, больше, не помню. Вот, неужели за это время никому не пришло в голову поднять телескоп на, не знаю, на любом транспортном средстве, там, раньше, может, воздушный шар, сейчас, я не знаю, что еще можно придумать. Вот, и направить этот телескоп загоряжен и убедиться. То есть, если, получается, земля круглая, значит, она должна скругляться через некоторое время. Ну, это как бы вот. Надо всегда помнить, что мы находимся в оккупации, и наши оккупанты тщательно скрывают подобные вопросы. Причем, все самолеты, которые летают, не дай боже, если самолет отклонится от курса и полетит к антарктическому барьеру, на самолете сразу сработает детонация, и самолет взорвется. То же самое с кораблями. То есть, все самолеты и корабли, они оборудованы тем, чтобы кто следит за их перемещением, ни в коем случае это транспортное средство не направилось. Ну, с кораблями попроще. Корабль-то упрется в ледяную стену, и он подумает, что это континент, а самолет-то дело в том, что он может пролететь сверху барьера. Причем, на физическом уровне, я назову в кавычках, чтобы в нашем понятии было, тоннель, то есть, так вот просто самолет может и в купол на самом деле врезаться. Есть просто специальные в этом куполе, назовем, отверстия, через которые можно на самолетах проникать в соседние соты. Точно так же и на кораблях. Есть в ледяном барьере проходы, как и на глубине океана, так и на поверхности, в которой этими проходами в свое время воспользовался Санников, который с экспедиции отправился открывать новые земли, и они прошли по тоннелю в соседнюю ячейку, и достигли края соседней ячейки, и там познакомились с местными жителями, вот, и так далее. Точно так же, как и Третий Рейх, направил подводные лодки в соседнюю соту, и проплыл по фарватеру в соседнюю ячейку, и точно так же на самом краю ячейки организовал колонию. Кстати, в свое время, приблизительно лет 200 назад, из соседней ячейки, точно так же к нам прибыли на остров Шри-Ланка, тоже захватчики, то есть они начали на нем высадиться. Если мы посмотрим на карту мира, если смотреть на плоском варианте, то для них, ну, скажем так, относительно идеально как раз, вот только пересекли они ледяной барьер, и им идеально, конечно, было на островной части поселиться. Эти существа назывались, если не ошибаюсь, андоргены. Вот я неправильно произношу, вот, это люди, которые в одном лице и мужчина, и женщина. Прибыли с соседней ячейкой и начали здесь активно размножаться. Их труды, их него размножение, мы можем обратить внимание по людям, которые у нас в современной науке принято называть гемафродиты. Так вот, как раз эти гемафродиты, это является продуктом вот этих, скажем, этой расы, двухполых людей. Ну, пока. Так. Такая тема, как бы, глобальная, что уже начинает купаться музыку, скажем так. Фух, вот это, кстати, хорошо, вот это Алексей же, да, что ты сказал. Мне вот, да, я понимаю, поддерживаю, чтобы мысли стабилизировались. Вот чем стараюсь всегда подчеркнуть, вот мне тоже много положительно там говорили, если внимательно изучить мои труды, мне пытаются люди подловить, где же я допущу ошибку. Да, я человек, я могу оговориться, у меня может язык подскользнуться, там, у меня может быть это, скажем так, особенно если это прямой эфир идет от волнения, там, или нет волнения, от эмоций, я могу, как бы, где-то что-то оговориться. Но в целом, если брать мою, как бы, возможность получения знаний, они за полгода не поменялись, а наоборот еще обросли более интересными подробностями и деталями. То есть я не противоречусь сам себе, у меня нету, это, как бы, отклонения. Может в мелочах, там, я могу ошибиться, там, к примеру, из чего, из какого материала сделано солнце, это да, потому что, но я стараюсь всегда отвечать на те вопросы, на которые знаю ответ, а если я на вопрос не знаю ответ, я, честно говорю, к сожалению, пока мне эта информация неизвестна, если появится возможность о ней узнать подробно, обязательно отвечу, вот. Ну, конечно, конечно, ну, все, по сути, изучение, ну, я не знаю, в принципе, на основе этой беседы можно уже сделать. Шикарно, да, это будет. Да, видео. Ну, я не знаю, я еще, как бы, прослушаю, постараюсь, как бы, сделать, хотя бы, одно видео, может быть, в будущем, если будут какие-то вопросы, то... Да, да, я на связи, да. Как я всегда подсказываю, если я не отвечаю, вот, есть люди обижаются, там, вы меня игнорите. Если я не отвечаю, это, либо я не за компьютером, у меня просто компьютер 9 лет не выключается, у меня Skype, в принципе, постоянно включен. Ну, это не знаю, я могу уехать там в город по делам, но у меня Skype будет включен, человек пишет и обижается, что я ему не отвечаю. То есть, как и в данном случае, то есть, у меня самый идеальный вариант, это постоянно спрашивать, я тут ли, ну, за компьютером, вот, и если у меня появляются силы, возможности, желания и время, я с удовольствием всегда иду на контакт, всегда общаюсь, всегда открыт, всегда энергичен, весел и бодр. Я, так, ну, наверное, тогда можно... Да, все, добренько, как я говорю, побежал дальше ролики делать. Ага, хорошо, до свидания. До свидания, всего доброго, до созвончика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин